В августе этого года некоторые жители региона, остро нуждающиеся в инсулине, за перебоев с закупками, недополучили жизненно важный препарат. Прежде всего это касалось льготной категории граждан. У рецепта попросту истек срок. Правда, подобные случаи скорее исключения, чем правила. К тому же к решению вопроса активно подключился региональный министр и личный губернатор. Глава региона попросил провести анализ по каждому конкретному случаю, обеспечить лекарствами каждого и оказать помощь в возврате затраченных средств. Ни один человек, мы это говорили с Игорем Викторовичем, Тихоновым, говорили, так сказать, в Единой России, не должен остаться не обеспечен лекарственными средствами. Это наша принципиальная позиция. Чего бы нам это ни стоило. Мы можем отказаться, так сказать, от многих вопросов, связанных с благоустройством, с ремонтом дорог, с какими-то другими вещами. Но на лекарства тогда будем перебрасывать дополнительные деньги. Ранее из регионального бюджета на эти цели уже было дополнительно выделено свыше 219 миллионов рублей. Всего же на льгот на лекарственное обеспечение в этом году в совокупности с федеральными средствами предусмотрено около полутора миллионов рублей. Сейчас на территории области льготами на препараты поиска 43 тысячи человек. Из них почти 11 тысяч нуждается в инсулине. На сегодняшний день запас инсулинов имеется. То есть мы не обеспечиваем каждого индивидуального пациента данными препаратами. Конечно, у них разные препараты. Но еще раз подчеркну, что запас данных препаратов в аптечной сети в Ульяновской области имеется. А вот жителям Засвияжского района, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, ехать далеко в кардиохирургический центр теперь не придется. Два года назад в стенах Центральной городской больницы заработал первый кардиохирургический центр. Еще один центр с Нового года будет принимать пациентов в сосудистом отделении медсанчасти на улице Рябикова, 19А. Суть этого центра заключается в том, что мы будем спасать пациентов с случившимся инфарктом миокарда. При оказании хирургической помощи выживаемость у этих пациентов в два в три раза выше, чем при обычной консервативной терапии. Поэтому пациентов с инфарктом сразу будет привозить к нам, мы их будем здесь лечить. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства. Новый кардиохирургический центр рассчитан на 350 тысяч человек. В год здесь будут проводить порядка 700 операций. Центр включает в себя операционную палату интенсивной терапии. Оборудование по последнему слову техники. Кровать, ну вот эта кровать, она при необходимости, вот это ее исходный вид, вот это ее трансформация. Трансформируется она при необходимости в кардиологическое кресло. Что это такое? Существует ряд патологий, когда сердце пациента до такой степени изношено, что оно не справляется со своей работой и возникает отек легких. Их пациенты при этом находиться в лежачем положении, как на обычной кровати, не могут. И для того, чтобы они комфортно могли пережить это состояние и выйти из него, вот создана такая кровать. После осмотра нового отделения медсанчасти Сергей Морозов встретился с руководством Ульяновской областной больницы. Главная тема беседы – модернизация лечебного медучреждения с учетом всех современных стандартов здравоохранения. Изменить в целом и внешний опыт больницы, сделать ее доступнее и комфортнее для людей. В первую очередь мы видим такие две основные проблемы, которые сегодняшний день есть. Это своего рода входные ворота в наше лечебное учреждение. Это лечебно-консультативная поликлиника, куда приходит ежегодно, фактически, если так посмотреть, около 180 тысяч жителей нашего региона. Также в приоритете руководство больницы модернизация отделения реанимации. К 1 января будет до конца доработана дорожная карта по строительству нового корпуса главного взрослого лечебного учреждения области. Ринаталья Улова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова